В поселке Дружба по улице Шоссейной в двухэтажном доме номер 25 завершили работы по замене кровли. Эти преобразования жильцы ждали долго. Работы были проведены по краткосрочной программе капремонта многоквартирных домов. В рамках краткосрочной программы 22-25, 23-25 в Кашхабельском районе ремонтируются три многоквартирных дома. Два многоквартирных дома – это Дмитриевское сельское поселение и один Кашхабельское, поджеримого 6. В данном многоквартирном доме, где мы находимся, шоссейная 25, Дмитриевское сельское поселение, был предусмотрен ремонт кровли. Кровлю мы сделали, закончили полностью, сдали собственникам. Дом старый, крыша была, ну как, уже вот-вот потекла бы. Спасибо, что вовремя уже начали делать. Мы довольны. У нас этого не было. Вот и вода, стеки, все красиво, все сделано. Спасибо большое, что вовремя все сделали. Мы довольны. Спасибо большое нашим мальчикам, они так все хорошо сделали, исключительно. Вежливые, хорошие были ребята. Спасибо им большое. Под эту программу в текущем году попал и находящийся рядом дом под номером 21. Подрядные организации «Общество с ограниченной ответственностью Мстрой» были произведены работы по замене инженерной сети по части водоотведения. А этот многоквартирный дом находится в ауле Кашхабль по улице Джаримова, 6. Здесь подрядчики отремонтировали отмостку вокруг дома и заменили инженерные сети. Лет 15 мы живем, даже больше. Преображения хорошие. Капитальный ремонт нам сделали. Мы очень благодарны. Спасибо огромное за все, что нам сделали. Руководитель Республиканского фонда капитального ремонта вместе с представителями администрации района сельских поселений и подрядной организации встретился с жильцами отремонтированных многоквартирных домов. В ходе встречи обсудили вопросы относительно проведения ремонтных работ. В поселке Дружба к директору фонда обратились жильцы этой же улицы, но уже другого дома. Их также беспокоит вопрос замены кровли. Когда до них дойдет очередь? Руслан Пшигонов в первую очередь обратил внимание граждан на собираемость взносов на капитальный ремонт. Что бы я хотел бы сказать по собираемости? Мы работаем с недоимщиками, подаем в суды. Дальше решение суда, когда есть, мы передаем дело судебным приставам и идет в изыскание. Люди должны знать, что зависит от платежей. Есть платежи и есть ремонт. Это деньги их, со всего Кашхабальского района. И мы разъясняем и понимаем. Вот только что люди вопрос задавали, но собираемость у них слабоватенькая. Ну им надо подтянуться, есть определенная процедура, как на более ранний срок переносить. Этим можно заниматься и можно от состояния перенести на более ранний срок.